друзья всем привет сегодня вам немного так подумал что видео снимаем снимаем а ни разу так и не рассказывал как мы вообще переехали сюда сколько мы здесь живем и так далее смотрите к вид у меня сзади который течет у нас городе итак переехали мы друзья из казахстана с города алматы в 2016 году как это все было у меня вообще это все очень долго происходило у меня бабушка здесь дедушка живут уже больше 20 лет и получается мой отец их сын вместе с нами со всей нашей семьей остались то время когда бабушка все переехала они остались там казахстане в алмате и вот отец еще с тех пор долго пытался все переехать пробовал пытался там документы всякие бабушка здесь бегала собирала все было бесполезно потом как-то вроде как получилось в то время еще там отец уже курсы сдавал получается какой-то тест он проходил еще не было таких вроде тестов а вот этих как а 1 2 2 2 такого не было что-то было другое типа того же подобное отец почти все сдал потом ему как я помню он рассказывал в конце задали такой вопрос типа расскажи сказку на немецком но он не знал никаких сказок на немецком стал я не знаю и далее отказ короче получается потом отец уже как бы забил на это бабушка потом все после этого времени пыталась дальше все это делать ходила здесь на немало адвокатов многих людей юристов по всяким таким делам бегала ну и в итоге ничего не получалось потом что-то они поменяли в законе в 2016 году и вот бабушка решила еще раз попробовать вновь это все сделать вот друзья смотрите поезд едет потом бабушка решила это все еще раз разобновить как бы потому что он что-то в законе поменяли они начала пытаться 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 и в итоге все получилось и она нам сделала вызов потом как бы моему отцу не надо было уже было ничего сдавать вообще он мог смело приехать сюда но надо было сдавать тест мне и брату моему маме на это же не надо было ничего сдавать потому что она как прицепном шла по кому-то там параграфу вместе с отцом мой брат в школе учил язык он немного его знал ему было это ну не сильно сложно я ничего не учил мне отец сказал так так надо сдать но я взял сделал как бы запись поехал с первого раза ничего не повторяя не ничего не учил в итоге я не сдал брат сдал сразу потом я решил то что кто-то подсказал или чё я ехал ездил как раз летал свою бабушке в гости и так подумали то что лучше сдать здесь попробовать тоже я приехал сюда в гости в германию и потом в городе мюнхене я сдавал тест здесь а один айнс как он называется по-немецки и тут также люди сказали то что здесь с немцами проще это сделать сдавать то что здесь это попроще чем там у нас допустим в алмате ну и вот сюда приехал сдал и потом мне результат пришел но я уже отсюда уехал с гостей когда мне результат пришел бабушка его получила и отправила потом нам там и все документы собрали визу сделали переехали сюда и получается сразу попали заселились всем известный город фридланд хайм в лагерь там мы где-то пробыли около недели или две потом приехали наши родственники там тоже ничего хорошего не было скучно все было там как какой-то я не знаю каком-то лагере две кроватки нам одеяло то есть я даже сейчас уже не помню мы приехали тоже 6 лет прошел около того 5 но мы там в итоге были около недели потом нас приехали забирать и суть в чем была нас хотели отправить вообще ну как мы не знали ни языка ничего толком ничего не было никого не знали и нас вот этот распределитель хотели отправить в город какой-то вообще на другой край германии где ну далеко от наших родственников и он вот ни в какую упирался нет горит так и надо там уже людей много где вы хотите чтобы были и вот нас хотели отправить туда потом мы же люди с алматы мы пришли поговорили с человеком с этим нормально и все-таки мы договорились с ним что у нас отрает туда где наша бабушка потом из этого лагеря получили я помню обувь да обувь вещи куртки теплые до была зима вот они нам вот эти все вещи дали и вот потом нас бабушка забрала к себе и началось началась беготня уже на месте по городу получается там уже бегали документы собирали поезд едет немного шумно ездили собирали документы все каждым бегали потом мы устроились как сказать на курсы учили язык потом дамы и посещали около тоже около года даже около двух лет потому что он сначала первый курс был потом второй курс потом каникулы там все дела в итоге это все заняло около двух лет потом мы бегали вот по всеми известным вот этому job центру нам город платил деньги получается социал потому что мы не знали языка работаем ну работать мы не могли без языка пока мы изучали курсы нам все оплачивал город полностью все пособие около 400 чем-то евро мы получали на человека квартиру они нам оплачивали на квартиру мы отдельный ставили антрак ну как как отдельные короче заявление подавали на квартиру от города социальных ну чтоб они нам дали они подешевле были они нам нашли квартиру город и оплачивал по 400 чем-то евро нам тоже на жизнь давали учебники для курсов для всего они нам тоже все оплачивали потом когда мы нашли квартиру так как квартира была пуста здесь когда ты заезжаешь пустая квартира они нам выплатили город нам выплатил тысячу евро на мебель на все про все но они нам сказали правда это все записывать чеки прикладывать к этому и потом в итоге когда мы все это купили мы должны были отчитаться перед этим job-центром там же в job-центре как может кто-то знает кто никто не знает у когда с этим job-центром дело начинаете иметь там у вас будет свой отдельный оператор такой консультант короче и у каждого был свой и вот он занимался каждым человеком допустим у меня был свой у брата был отдельный мама с папой другой совсем был тоже третий ну и вот они говорили что вот мебель когда купишь когда все сделаешь надо будет обязательно прикладывать чеки что-то купил за сколько ты купил и потом они перед этим тем как всем выплатить они вообще приходили к нам домой проверяли убеждались что правда что нам не хватает допустим стиральной машинки холодильника то что когда они это все посмотрели тогда они выплатили нам деньги и мы поехали закупили все потом предоставили все нормально так же я вообще потом учил язык сам помимо того как на курсах чтобы быстрее выучить потому что я понимал то что здесь без языка вообще ты ну я не знаю как неприятно когда тебе что-то говорят это ты вообще не бы не мы ну и вот учил учил язык и быстрее старался тоже найти работу потому что на социале сидеть долго это тоже геморрой потому что они каждый раз проверяют твою карту проверяют там никаких чтоб левых доходов не было ничего не было чтоб лишнего каждый день каждый раз там по моему мы приносили вот эти вытяжки из банка там что мы тратили на сколько мы тратили ну а короче полностью под контролем пока ты сидишь на социале от города ты полностью под контролем и вот в итоге мы потом что еще там было интересно потом да нам когда мы уже выучили язык более-менее когда ходили курсы все сертификаты получили сдали нам начали переходить уже письма вот так же как сейчас приходит из ты здесь сидишь потерял работу или нет на социале также начали приходить письма с предложениями о работе допустим здесь столько сколько платят такая 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 работа и вот мы должны были уже потихоньку ходить на собеседование проходите собеседование в итоге короче мы должны были работу искать потому что они долго они не любят когда ты долго дома сидишь они начинают тебя заваривать письмами и всеми делами вот в итоге выучили нашли работу сейчас уже вот сколько пять-шесть лет прошло язык я лично выучил сейчас работаю живем от города независим пока смысле пока уже и все хорошо например мои родители сколько они уже как два года вернулись обратно в казахстан мой отец не смог здесь прижиться в германии не понравилось ему здесь вообще он терпел терпел три года работал потом плюнул на все и вернулся обратно в казахстан сейчас созваниваемся он радостный что вернулся ни о чем не жалеет видите разные меня есть у людей кому-то нравится кому-то не нравится здесь просто мы как приехали еще из такого города не из какого-то там села допустим или еще что-то у нас сами знаете город алматы это огромный город огромный мегаполис можно сказать там тоже много всего происходит а после того как ты сюда приезжаешь еще приезжаешь допустим не в огромный город как франкфурт или мюнхен штутгарт в обычном такую деревушку здесь не очень привычно сразу становится ну и отношения людей это я тоже затрагивать это не буду у каждого свое мнение но отношения тут тоже не очень многие законы здесь тоже не совсем хорошие как бы на каждого на свой но на любителя в итоге родители уехали сейчас ни о чем не жалеют мы вот остались здесь женой с ребенком также когда ребенок у нас родился нам тоже помогли мы на социале сидели еще в то время тоже да не было работы нам тоже город помог они начали помогли на манеж на коляску они выплатили деньги это все они выплачивали не не так чтобы они выплатили а потом ты когда пойдешь работать а даже такого не было не вот выплатили все забыли это большие плюсы в этом они нам помогли тоже то все получается на все закупили потом жена здесь еще не успела работать потому что мы еще учили язык и все такое и она получается как бы ребенок родился и как бы тоже выплатил город 350 евро или 300 за ребенка то что она не работает но как бы не может ребят работать с ребенком и плюс здесь до 25 лет если вы так знаете или не знаете тут детские деньги выплачивают до 25 лет 250 220 евро сейчас на данный момент ну с каждым годом по чуть-чуть поднимает на данный момент 220 евро да и мне тоже кстати мне еще 25 не было когда я приехал мне до сих пор тоже платили как бы ну моим родителям за меня тоже платили киндергельт называется детские деньги хотя его же был не ребенок вот такие его дела как я еще забыл рассказать вам то что я когда сюда переехал моя жена сразу со мной не могла все проект потому что мы поженились там в алмате я на сюда сразу про мне могла приехать получается здесь был около года без нее пока учил язык все дела потом я уже подал данное заявление на воссоединение семьи женой тоже в джоп-центре это все было куда мы все написали подали и потом через какое-то время и дали разрешение и она должна была бы тоже вот этот a1 сертификат получить там либо в алмате либо неважно где должна была сдать этот язык немецкий самый первый а 1 и получается она пошла учиться там в алмате наняла репетитора ходила на немецкий учила учила в итоге все сдала выучила и потом через какое-то время она сюда приехали встретил и ну да около как бы быстро да это все было суть была в том то что ей было надо и надо было сдать этот сертификат получить сертификат и все как только он у тебя уже есть происходит быстро там уже не совсем это все тянется да они здесь сейчас ну раньше такого не было сейчас они начинают ну взялись серьезно за эти проблемы которые то что не многие люди же сюда уезжают делают эффективный брак то все и остаются потом здесь сейчас они вот тут тоже много вопросов если не задавать начинают на эту тему проверяют правда ли у тебя по любви или с как долго вы встречаетесь там еще тоже может роль играть если ты допустим поженился мы к потому что поженились я сразу уехал и у них немного сомнения появилось то что я только поженился и уже уехал и тут хочу ее сюда как бы привести ну в итоге все получилось все нормально было сейчас вон то живем немного есть тоже такие мысли вернуться в казахстан сильно скучаем тоже по родине но мы там каждый год как после того как переехали сюда мы туда каждый год летаем всех остальных родственников и не просто все родственники там сейчас большинство осталось только моя бабушка и дедушка родители мне тоже уехали это же вот включаем сейчас вот тоже немного задумываемся есть такие мысли вернуться назад потому что тут тоже не совсем сказка становится в германии ну в общем то и вроде все рассказал если вдруг кому-то что-то интересно или кому-то надо что-то вдруг кто-то переезжать собирается подсказать пишите в комментариях поможем обязательно подскажем расскажем куда как что если вдруг так вроде все рассказал друзья надеюсь на вашу активность ставьте лайки подписывайтесь чтоб мы видели что мы это все снимаем не просто так что вам это интересно будем дальше продолжать снимать рассказывать всем хорошего дня вечера утра у кого что увидимся